Привет, бои-скауты, с вами Кьюбайт. На премии MTV показали два новых ролика Марвел. Черная Вдова и Локи. Ну а я предлагаю вам вместе посмотреть эти два ролика. Сначала Черную Вдову, потом Локи. Поддерживайте лайками, погнали. Слушай, ну ты едешь, нет? Заткнись. Ну это, я так понимаю, чуть ли не начало фильма, поэтому нам особо ничего не проспойлерят. И сейчас появляется Соколиный Глаз, Будапешт. Нет. Так у тебя есть план, а то в нас немножко стреляют. Да, мой план уйти от погони. Ясно, плана нет. О, Сокол и Зимний Солдат. Пошли отсылки. Только должно было быть наоборот. Обращайся. Это все? Это правда все? Реклама, БМВ в отрывке и все, что мы увидели. Блин, я думал, что в конце хоть Таскмастер появится, но на минуту отрывок это, конечно, сильно. Я жду Черную Вдову, но не потому, что это сольная история. Предыстория Наташи, хотя, конечно, поэтому тоже я люблю Черную Вдову и со второго Железного Человека я уже на нее смотрю. Но мне интересно, какие будут хитросплетения там показаны, потому что вроде по трейлерам все довольно стерильно и понятно, примерно какой это будет такой оригин для Елены Беловой и предыстория Наташи. Но в целом мне интересно посмотреть на то, что там задумали с вот этой, типа, вырезанием лица у Елены. В трейлерах это показывали, мы это еще год назад обсуждали. Что будет с тем, как Наташа примет этот жилет Елены, она же потом в нем появится в Войне Бесконечности и даже волосы себе сделает, ну, примерно как у нее, то есть покрасится. То есть, для чего это и что это? Ну, видимо, Наташа подумает, что Елена умерла, но на самом деле нет, спойлер. Она не умерла и она появится еще и в ближайших проектах Марвел. Короче, интересно, посмотрим, что из этого выйдет. Ну и погнали смотреть Локи. К сожалению, я думал, здесь реально будет Таскмастер, но нет. Да, и, конечно, интересно, кто окажется Таскмастером. Это явно не Соколиный Глаз, это не сама Наташа, это не Елена Белова, как я думаю, а персонаж, которого очень мало показывают в трейлерах, но он там есть. Не буду спойлерить. К сожалению, мне до сих пор, наверное, нельзя это показывать, но у Таскмастера будет больше отсылок, я уже об этом тоже рассказывал. Там и Мола Тора будет в фильме, то есть на это есть концепты, там и различные когти пантеры, но это уже видели, когти пантеры, паучьи приемы, Капитан Америка, конечно, то есть у каждого Мстителя он взял, у Железного Человека вот это на маске камера, которая отслеживает движение, что, возможно, и дает Таскмастеру повторять все эти приемы. Ну и Мола Тора я бы хотел посмотреть. Давайте сначала посмотрим русскую версию от ребят, которые называются J-Voice. Они озвучили первый, как я понимаю. Потом будет, скорее всего, Эд Гаврильна, но она попозже. К слову, я агент Мобиус. Ты ведешь меня куда-то, чтобы убить? Нет, я веду тебя кое-куда, чтобы просто пообщаться. Я не люблю разговоры. Но ты любишь лгать? Мы же оба это знаем. Ты любишь поболтать? Локи-доки. Как долго ты уже здесь? Не могу сказать. Ведь здесь, в ТВА, время течет иначе. О чем ты говоришь? Ты скоро все узнаешь. Пожалуйста, не заканчивайте отрывок. Значит, ТВА это специальная организация. Так. Организация, или, проще сказать, хранители времени. Течение времени находится под вашей защитой. Точка. Тебя что-то веселит? Да, вы всего лишь дурацкий клуб, который решает судьбы триллионов людей во всем мире по велению трех космических ящериц. Да, это забавно. Скорее, это абсурд. Я думал, ты не любишь разговаривать. Локи, смотрите в озвучке J-Woy Studios 9 июня. Ссылка в описании. Ну, здесь, да, 9 июня, конечно, выходит на Disney+, и не только на Disney+. Будем смотреть вместе на моем Twitch-канале. Ссылка будет в описании. Что по поводу этого дела? Да, давайте, наверное, еще в оригинале, и потом обсудим. Все-таки голос Оуэна Уилсона и Тома Хиддлстона нужно слушать в оригинале. Мне нравится, во-первых, как сделано само TVA, то есть мы из лифта проходим, и это такая, похоже на какой-то, не знаю, суд в России. Что-то в этом духе. Ну, то есть он, знаете, в советском стиле сделан как будто архитектура. Ну, еще с футуризмом, конечно, и с иронией все. Вот, но мне нравится, как здесь такая бюрократия. Он с бумагами идет, он весь при форме. Все они, скорее всего, будут именно такие агенты TVA. Они будут как клерки выглядеть. Ну, я, по крайней мере, надеюсь так, потому что в комиксах они были и представлены как клерки, по сути. Здесь у нас идет уже, идут такой спецназ TVA, отряд TVA, то есть ребята вооруженные. Мне еще понравилось, что, ну, во-первых, конечно, здесь упомянули хранители времени, которые, по сути, являются иконами TVA, но они никакого, ну, там, особого участия не принимают. То есть, естественно, все это дальше уже проходит круги ада в бумагах. И, конечно, химия между Оуэном Уилсоном и персонажами. Оуэна Уилсона и Тома Хиддлстона, она прекрасна. Вообще, мне кажется, любого персонажа комедийного, ну, изначально Оуэн Уилсон, это комедийный актер, и персонаж у него, очевидно, тоже будет в комедию ударяться, по крайней мере, иногда. И любого персонажа Локи, поставив комедийного, будет смотреться прекрасно, потому что у Локи шикарная харизма и какое-то обаяние такое, и с иронией он всегда относится, но и абсолютно серьезен максимально. И это всегда на контрасте смотрится весело. Вот, ну и то же самое было с Тони Старком, то есть, тоже персонаж шутливый, и это мы видели в Мстителях, получилось забавно. Здесь примерно та же самая химия, и круто, что так вышло. Оуэн Уилсон отличный актер, я надеюсь, что он себя покажет. Я уверен, что он себя покажет. Плюс Локи я, конечно, тоже жду, будем смотреть все вместе. Я надеюсь, что вы будете приходить на трансляции, и мы будем вместе в прямом эфире смотреть серии в день премьеры. Плюс еще забавная теория проскочила у Чарльза Мёрфера, одного из таких, не знаю, по моему мнению, достоверных инсайдеров. Он предположил, что может, благодаря Локи могут появиться персонажи, которых мы уже видели, но в смысле рекаста. То есть, мы видим в трейлере Локи такую версию, типа, вариант какой-то там, вариант один, например, Локи, и, естественно, у Локи в разных временных линиях, в разных альтернативных вселенных, разные варианты Локи. Они по-разному развиваются, по-разному действуют. То есть, что нам в этом сериале будут показывать, когда будут этому Локи демонстрировать действия нашего Локи в том числе, то есть, как он бы поступил в такой ситуации, и, очевидно, они будут отличаться. И, например, мы можем увидеть того же Халка Эдварда Нортона, конечно, мы не увидим его, но, в принципе, это реально, это теперь возможно, но вряд ли мы увидим. То есть, можно и Блэйда, например, Уэсли Снайпса увидеть и так далее, то есть, варианты персонажей из разных вселенных, и там можно сделать других, как бы, актеров, ну, естественно, другая внешность, но, в целом, это будут те же персонажи. Короче, можно с этим поиграться. Но, Локи, я жду, это должно быть разрывное шоу, по крайней мере, даже в диалогах, пока это все выглядит хорошо. И это здорово, потому что экшен там в любом случае, и визуальная часть будет на высоте, но и диалоги, и сценарии хотелось бы, чтобы тоже были на уровне. На этом ролик закончен, спасибо, что посмотрели. Не забывайте поддерживать лайком, оставлять комментарии, что вы думаете по поводу этих отрывков, ну, и, конечно, ждать новых видео на этом канале. Можно подписаться, если вы этого еще не сделали, тогда вам придут уведомления и так далее, тоже проставьте колокольчики. Буду премного благодарен. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok